Я хотел, ну, тебя узнать, ну, как бы, знаешь, слово, да, у меня, наверное, что вот, веришь, что, 80-80, первая гетра, 4-й угол, да, самый первый стих, где-то на верх, и, а там написано. Тут написано, щепотчем перестают крышить, так. Есть же такой, да? Угу. То есть человек может перестать крышить. Смотри, давай возьмем этот стих в контексте. То есть его нельзя вырывать из контекста. Человек не может перестать крышить на 100%. Поэтому… Ты думаешь, что он не может перестать крышить? Ну, а в чем вверх надо? А зачем надо освящаться, скажи? Что будьте святы… Святой Господь освящает нам, а чистит и делает неправду еще? Смотри. Вот этот вопрос вспоминает. Призыв к святости и абсолютная святость – это разные вещи. То есть когда тебя, например… Это то же самое, что… Вот ты знаешь, куда тебе идти, да? Что вот нужно туда идти. И пришел ты уже туда. То есть это разные вещи. Находиться в пути и находиться на месте назначения. Когда Бог призывает нас быть святыми, то Он говорит, идите. Идите. Я есть им путь, истина и жизнь. Путь. Определенный жизненный путь. То есть человек должен свою жизнь начинать и жить, стараться в святости. Второй стих, если ты возьмешь, то же самое 1-й посланник Петра 4-й глава, да? То есть говорится, чтобы остальное воплоти время жить уже не по-человеческим похотям, но по воле Бога. Да. То есть воля у Бога, чтобы мы были святыми, чтобы мы были непорочными, чтобы мы слушались Его заповедей. Это Его воля. С этим как бы нету сомнений, да? Вот. Человек, который кается, который начинает вот этот вот новый путь, отказывается от греха и все такое прочее, он встает на этот путь, он идет по нему, но это не значит, что он уже пришел, что он уже получил абсолютную 100% святость и непорочность. То есть спасение, спасение ты имеешь в виду, то, которое произойдет тогда, когда нам будут даны вот эти вот одежды белые. Ну имеется в виду книгу жизни, имя книгу жизни, да? Да. То есть смотри, когда речь идет о спасении человека, то есть мы люди, мы рассуждаем с позиции времени, да? То, что вот у меня, например, сегодня там спасен я сегодня, или когда я спасен, или я вчера спасен, или я завтра спасен там. То есть человек вот так вот он рассуждает, он не знает, когда он был спасен. До покаяния был он спасен или не был? Человеку кажется, что он не был. А Библия говорит, что он был еще до покаяния спасен. А зачем рождаться тогда от плоти? Ну то есть как бы знаешь, то есть рожденный дух уже есть в дух, а в плоти, то есть как бы рожденный, как написано, рожденный по плоти, гнал рожденного по плоти, гнал рожденного по духу. Да. Рожденный по духу, когда по плоти человек рождается, или рожденный по духу, это тогда, когда от Слова Божьего человек как бы возрастает. Смотри. И он родился от слова, от Слова Божьего, от духа. Или он родился от рождения, как бы избранным Богом, в таком плане, в таком контексте. Смотря что ты называешь вообще человеком. Потому что человек, в каждом из нас, в каждом из нас есть фактически два человека. Первый человек это наша плоть, это вот наша кожа, кости, наше тело, да. Мы называем очень многие люди, они ассоциируют это с собой. То что они, вот человек это и есть вот эта вот кожа, кости и так далее. Но есть у человека еще дух, это его личность. То, что он самоидентифицирует с собой, да. То есть его духовная, его идеологическая составляющая. То, что вот его разум, понимаешь. Вот. То, что у него в голове. Рожденный по духу человек, когда мы говорим, что он родился от духа святого, означает, что он родился от святого духа истины. То есть этот человек, он уверовал в правду, в Божье слово. Вот тогда он родился по духу. Когда, ну это опять же, надо было все-таки нам, Ефесянам, с тобой разобрать. Это открывается в первой главе Ефесянам. О том, что Бог, согласно своей воле, предизбирает, кому родиться, а кому нет. Понимаешь? Кому уверовать в правду, а кому нет. Кому смириться, смягчить там свое сердце, открыть уши для того, чтобы Бог услышать, а кому нет. То есть план Божьего спасения еще до создания Вселенной было известно, кто спасен. То есть еще тогда ты был спасен, например, да? Ты в настоящий момент, ты в настоящий момент, ты не знаешь, спасен ты или нет. Потому что завтра ты можешь отпасть. Дух свидетельствует духу нашему. Да. У тебя такое есть свидетельство? Дух свидетельствует духу нашему. Конечно же, Святой Дух, ты когда читаешь, даже Библию, Он тебе свидетельствует о том, что ты спасен. Ты читаешь про то, как произошло твое спасение. Более того, ты видишь это все в своей жизни. Все те изменения, которые происходят, все те желания, которые начинают у тебя быть, там, служения, то есть все, различные дары, которые тебе приходят и так далее. То есть ты видишь изменения в своей собственной жизни. Это Дух, да? Да, да. Ну, Святой Дух, конечно, это работа Духа. Что такое Святой Дух? Святой Дух истины. То есть тогда, когда человек начинает верить в правду, он начинает жить по этой правде, и она приводит его к защите, к спасению от ошибок. Понимаешь? То есть когда человек, например, поверил в то, что вот, ну, говоря так просто, да, что не нужно там воровать, к примеру, он берет, перестает воровать, потому что он в это верит. То эта правда, вот эта вот конкретная истина, не воруй там, не укради, она защищает его, спасает человека от ошибок. То есть этот человек, он не делает зло, он начинает, это плод веры его, да, то есть фактически вот его отказ от воровства, это плод его веры. Святой Дух, Святой Дух правды становится частью человека, он внутри, внутрь человека проходит. Понимаешь? Становится его частью человека. Когда мы говорим, что мы там во Христе, да что это значит? Это означает, что мы находимся в этой правде, внутри. Мы ее приняли, а правда эта находится в нас. То есть в этом... Владимир Владимирович, ну скажи, вот в некоторых местах, ну в Священном Писании и в Эфесинах тоже есть такое понятие, как домостроительство, да? Ну это уже касаемо церкви, да? То есть, ну я так понимаю, домостроительство сделало личного человека каждого. Да, каждый человек, каждый человек, он строит свою личность, и он строит общество, которое вокруг него. Он может повлиять на две фактически, на два мира. Первый мир – это внутри него, его внутренний мир. Когда Святой Дух приходит внутрь человека, изменяется его внутренний мир. Вот. Человек строит себя, строит свою личность, себя самого. Первое домостроительство. Второе домостроительство – это церковь. Это когда истина, которая к тебе приходит, ты влияешь на общество, на мир вокруг тебя. Это тоже домостроительство. То есть, когда ты распространяешь это учение, когда ты влияешь на человека, ты даешь советы какие-то, или где-то ты о ком-то заботишься, помогаешь, проявляешь как-то там свою веру и так далее. То есть, это тоже домостроительство. И у того, и у другого есть плоды. То есть, ну, то есть, ну, оно же дьявол, он же как, ну, изгоняется путем того, что ты слово проповедуешь человеку, он отречает, отрекает, ну, если покаяние приходит, да, допустим. Да. Он отрекает добро и уже действует, уже по слову «боль». Да, да. Ну, там Бог растит человека, то есть, да, он покаянив уже сердце, да. То есть, он изгоняет, естественно, человека, да, допустим. И вот, вот, апостол Пожар. И я в своей жизни, ну, вот сколько, я уже где-то год, когда, ну, где-то поуверовал, да, пока я на сверну вот пошел чуть больше. И я обнаружил, что, ну, а я обнаружил такой момент, что, ну, не то, чтобы человек не может быть абсолютно светом, потому что иначе жертва Христа зачем она нужна? Угу. Да. Ну, я вот это вот, да, ну, по себе, что я могу. То есть, ну, и, ну, ну, и делать, допустим, я считаю, что человек, христианин, да, вот во Христе, как бы, он, ну, не то, чтобы делать, он, я не знаю, вот, знаешь, вот, Слава Павла, вот, 7 глава, 8 глава, я так думаю, что делать, он грех, да, именно, именно дело, я имею в виду, да. Сознательное такое вот, что вы... Естественно, да, потому что, написано, не остается боли и жертвы за грехи, некое страшное ожидание где-то, по-моему, от Евреи, написано, а, по-моему, 9 главе, да, что если мы, ну, сознательно, ну, полнах есть, ну, остаемся, то есть, ну, пребываем вот у тех, ну, тех, 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 тех. Когда человек сознательно выбирает грех, да, то тем самым, вот он уже знает истину, например, человек не знал истину, то есть, человек жил, как заведено в обществе, то, вот, как общество ему говорило, какие общества поставило законы. Нет, нет, подожди, давай еще раз, еще раз, заново. Ну, абсолютная святость у Иисуса Христа была, да, только, все. Да, а вот, ну, ты приглашаешь, ты приглашаешь, ты приглашаешь делом или мыслям? Ну, я тоже приглашаю, как говоришь, я же, что Бог уже умеет, не про бодрство, не про бодрство. То есть, я же, если Христа в себе не помочь, ты живешь уже по-моему, по сути, разобраться. Если, кто, кто, Духа Христова не имеет, да, ну, вот, ты имеешь Духа Христова, ты приглашаешь стола и испанку, назидаешься в себе, а мы назидаем друг друга в общении. Ну, вот, здесь у тебя какие-то проблемы возникли, да, и, раз, ну, вот, ты тут по своим проблемам, ну, вот, там, пригрешил или согрешил или еще, ну, в чем-то там. Ну, это очевидно дело плоти, да, то есть, когда ты выбираешь грех, смотри, ты знакомишься с правдой, ты узнаешь, ты преклоняешься перед правдой, которую Бог поставил, да. Да, то есть, во-первых, самое первое, перед чем ты преклоняешься, это перед Богом, перед Создателем этой истины. Бог, который основал всю Вселенную, основал все ее законы и так далее, он ставит для людей закон, да. Этот закон направлен, все законы эти, они направлены на то, чтобы самим же, в том числе, самим же людям было хорошо, чтобы они сами же были счастливы, да, то есть, вот, когда мы себе представляем Божье Царство, где одна правда только, да, и все друг друга любят. Вот это бы всем людям было бы хорошо. Но, в чем, собственно говоря, проблема? Люди не верят, что так нужно жить. Почему? Ну, они не видят дальше своего носа. Это вот точно так же, как, например, человек, который совершенно никак не знаком с законами электричества, да, ребенок, скажем, или даже взрослый необученный, он начинает там лезть, ковыряться там в розетки, там, что-нибудь такое. Он не знаком, он не знает еще этого, он не знает, что его сейчас ударит током, что есть такой закон, что если ты так будешь делать, ты можешь умереть даже. Здесь точно так же. Общество, в силу того, что они, как дети, да, то есть, они не знают еще, как им правильно жить. Общество постоянно мечется, оно выдумывает различные социальные правила, по которым им жить. Как же нам решить проблему там голода? Как же нам решить там проблему этого? Как решить проблему этого? Но у Бога, да, да, они не знают слова, то есть, это как люди, которые, да, пытаются, то есть, ученые в науке, да, они изучают, ну, такие вот, законы, там, мироздания, которые Бог создал, да, в зависимости от того, сколько мы знаем, в зависимости от этого мы можем, там, весь наш научный прогресс, там, какой-то, там, вот, как-то мы можем себе это использовать, там, и так далее. Мы получаем блага от познания того, как Бог устроил Вселенную. Здесь точно так же. Человек, он может получить благо от того, когда он узнает, как Бог, что Бог сказал для социального строя, для психологического мира человека. То есть, Бог говорит, например, в твоей жизни на первом месте должен быть я. До того момента, когда человек покаялся, он не верит в это. У него на первом месте могут быть деньги, у него может быть женщина, у него может быть он сам на первом месте, его плоть на первом месте, неважно, гордость, там, что угодно. Вот. Но когда приходит в его сознание истина, что Бог сказал, что он должен быть на первом месте, человек, он не может понять, почему так, например, да? То есть, опять же, в силу своей недальновидности, в силу того, что, ну, как бы это сложно сразу все знать. Поэтому ему приходится в это верить. Когда он изучает больше и больше Божье Слово, то он может понять, что, ага, например, почему Бог должен быть на первом месте? Для того, чтобы я не впал в грех серебролюбия, если у меня будут деньги на первом месте. Потому что, чтобы я, например, не пошел, не застрелился, если у меня жена умерла, да, потому что она была на первом месте. Или там, потому что, вот, моя гордость, чтобы не была слишком большая, чтобы я был смиренный и мог служить людям нормально. Поэтому я не должен быть на первом месте, или мое Слово, потому что это меня в грех тянет, и так далее. Вот. То есть, мы не видим всей картинки, когда мы читаем Библию, когда мы изучаем, мы узнаем заповеди Божьи. Даже когда Бог говорит, вы должны любить ближнего, как самого себя, очень сложно человеку понять, почему он должен любить ближнего. Вот так вот, чтобы представить вот эту вот всю картину, что Божье Царство в принципе невозможно, если люди не будут друг друга любить. Это то же самое, как, например, водители в разных странах. Это общество не будет. Да. Общество, например. Вот, взять, например, в Россию, когда приезжаем. Люди стараются правила дорожного движения нарушать. Вот, психология такая, не верят в правила дорожного движения. Понимаешь, веры нету в то, что если все будут слушаться, всем будет хорошо. Просто недальновидность, не могут это вот увидеть. То есть, нету крутости или смирения? Нету крутости, нету смирения, есть гордость, понимаешь, которую вот нужно тебе, да, там, кого-то там это вперед проскочить или еще что-то. Я когда, например, переехал в Америку, я заметил, что люди слушаются правил дорожного движения. И в итоге, ну, вот в нашем районе непосредственно, да, например. Не везде, то есть, в больших городах там, черти что может быть. И все от этого выигрывают. Все ездят хорошо, все уступают друг другу дорогу. Ездить очень приятно, то есть, ты никогда не нервничаешь, ничего. Едешь, наслаждаешься ездой, понимаешь. Если ты пешеход или на велосипеде, ты не перебегаешь, как дурачок дорогу. Идешь нормально, спокойно. Никто тебя никогда там не это. Понимаешь? То есть, люди, да, они не верят, они не видят вот этой вот всей картинки, что счастье их наступит тогда, когда они сами вот эти божьи правила соблюдут. То есть, точно так же, как милиция, например, придумала правила дорожного движения, Бог придумал правила того, как жить людям. И Он говорит, любите ближнего, как себя самого. Или, например, Он говорит, не судите и не судимы будете. Это же абсолютно и правильно, да? Да, у меня вот, еще знаешь, именно, какой, ну, ты слышишь, нет, да? Да, 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 да. Что хотел, именно, мы же живем не по закону, да, то есть, законно и по благодати. Ну, по благодати, даже, но Господь искупил. То есть, наш закон, потому что, если закон, то Он обнаруживает грех, и уже обнаруживает, и как бы на смерть осуждает. Вот, не можешь исполнить, а Христос пока может исполнить, и законно. И я как бы, ну, вот, 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 ну, я это так понимаю. Если бы человек мог бы исполнить, да, то он будет решать. Не, ну, здесь больше, когда говорится, вот, что мы, например, живем не по закону, а по благодати, больше говорится о разнице между словами «закон» и «благодать». То есть, что такое закон? Закон – это когда ты слышишь заповедь Божию, и если ты ее не исполняешь, то ты должен понести наказание. Вот это закон. Да, то есть, когда ты не исполнил заповедь, есть грех, и ты должен понести наказание. Вот закон. Как, например, люди устраивают свой закон, да, если ты, там, например, делаешь что-то, то-то, то-то, то, значит, закон тебя осуждает, и ты должен понести наказание. Что такое благодать? Благодать – это когда ты не несешь наказание. Ты точно так же слышишь заповедь, ты точно так же должен ее соблюдать. Ну, разница лишь в том, что если ты ее не соблюдаешь под благодатью, тебя Бог не осуждает. Ну, это касается, конечно же, только христиан. Ну, то есть, те, которые омыты кровью Христа, то есть? Да, да. Ты имеешь в виду, ты понимаешь, что свобода наша не листала бы для угождения Бога, да, тазговато? Конечно же, нет, нет, нет. Это говорится о тех ошибках, которые ты сделал до покаяния. Благодать нам прощено, да? Что еще раз? Благодать то, что как бы прощено, то, что не может человек делать. Да, да, то, что человек не может делать. То есть, призыв остался, призыв к святости, он никуда не девается. Но нету наказания за то, что у тебя не получилось. Нету наказания за то, о чем ты не слышал никогда, например. Нет, грех не вменяется, пока нет закона. То есть, как бы, покуда человек не услышал Божий закон, ему ничего не вменяется, все его ошибки. Вот. После того, как человек услышал закон, он не может его соблюсти полностью. Никто не может соблюсти полностью Божий закон. Один Иисус Христос единственный, кто это сделал. Нету других людей. Все Павлы, Петры и так далее. Даже вот в Библии мы, когда читаем, то они ошибаются. Слушай, вот здесь, да, у нас, вот мы живем по Духу же, по Святому Духу, то есть, вводимся, смотри, Дух, нет, иногда, там, вот, восьмая глава, допустим, римлянная, ну, важная, там, девято, там, в евреях идет, и вот, именно, восьмая глава, что нет никакого осуждения живущих по плоти, а по Духу. Да, да, когда человек, да, когда у него вот это вот Христово мышление, когда он стремится к горнему, да, как называется, когда он стремится к тому, чтобы соблюсти все заповеди как можно лучше, как можно больше, вот вся его жизнь направлена на это, да, то есть, человек, который уверовал в истину и искренне хочет по этой правде жить, ему нет никакого осуждения. Даже несмотря на то, что иногда, иногда, например, плоть этого человека, грех, живущий в плоти этого человека, он может что-то там где-то сделать, но это не выбор самого этого человека, то есть, сама его личность, она против этого греха, понимаешь? Это как неумышленный грех, то есть, вот, я, например, еду на машине, да, и случайно я там задавил кошку. Вот это я задавил эту кошку, или это вот весь тот вес, который в моей машине есть, вот он задавил ее, понимаешь? То есть, я, как водитель, я не хотел эту кошку добить, да, я никак не хотел ее там... Это оправданием не было, наверное. Да, то есть... У нас, у нас, у нас, как будто звучит церковь, он наш, где нельзя тебе сказать, пришел, ну, вот сейчас он в волю ушел, где там плаваются ваши крови, и этот сценарий, и он говорит, то ли собаку, то ли кошку наставь сделал, на машине, но он пришел, рассказал, в церкви, ну, вот надо рассказать, ну, да, брать, вот, он рассказал, на него, ну, как бы, ну, на сердце даже обкладывается, он ожесточал сердце, сердце ожесточал, ну, он сказал так, что лучше кошку, чем человека, что может быть предупреждение, что, ну, видимо, когда он водил машину, он ожесточал как-то сердце, вот есть водители, которые специально могут уже кошку человек задавить, понимаешь, это одно, да, вот этому осуждение, а тому, кто живет по правилам, тот, который не хочет давить никаких кошек, который всячески старается, насколько он это может, чтобы никаких не было вот таких, ну, случайно кошка, например, выбегает и бросается ему под колеса, вот ему нету никакого осуждения, почему? Потому что он все сделал по правилам, он жил по духу праведному, по духу истины, понимаешь? Вот и здесь точно так же, то есть, когда ты хочешь, стремишься всячески всю свою жизнь построить согласно духу истины, живешь по духу, чтобы все было по правилам, все было по божьим правилам, тебе нет никакого осуждения, даже в том случае, если ты вдруг нечаянно, вот, ну, у тебя что-то случится. Всячески, конечно же, вот, например, мы читаем в Библии, ну, например, про Полоса, да, то есть, Полоса, уверовавший брат, там, все как бы, все здорово, да, очень загорелся распространять Божье Слово и так далее, Святым Духом крестился, там, все как бы здорово, да, описано. И потом написано там в главе, что как ему братья, например, точнее немножечко объясняли там Божий замысел, да, потому что он немножечко там неправильно учил и так далее. То есть, человек ошибался, он ошибся, да, действительно, в нем была ошибка. Это не значит, что он не крещен Святым Духом, это не значит, что он не спасен, там, или еще что-то такое, или что его Бог осудит. Он искренне стремился к тому, чтобы Божье, Божье Слово передавать, там, просто он ошибся неумышленно совершенно. Его братья помогли, наставили, там, все как бы, никто его не осуждает, молодец, Полос, замечательный брат, то есть, все. И здесь, то есть, твоя личность, самое главное, это человеческий выбор. Вот это вот Бог осуждает за человеческий выбор. Когда Иисус Христос говорит, ну, вот, всякая хула там простится, да, вот, хула на Духа Святого не простится. Когда человек знает Истину, он уже знает Дух Истины, он знает, что это такое, он знает, что Бог вот этого действительно хочет, и он сознательно делает выбор против, то есть, хулит вот этот Дух Истины, вот это не простится, это грех. Ну, понимаешь, можно так объяснить, что вот мы перегрешаем, что-то, да, и это уже хула на Духа, потому что не про бодрствовало, и не восприняло Духа Святого, а, как бы, восприняло Духа Святого, не то, что не про бодрствовало, это все, как бы, там, знаешь, это, это не сознательный выбор, это ты где-то там повелся на поводу плоти, или еще что-то такое, я имею в виду сознательный выбор, когда человек, он знает, что вот не нужно этого делать, но он решает, а фиг с ним, понимаешь, как хочу, так и сделаю, вот так, то есть, он знает, что Бог, как бы, вот, совершенно четко против, но человек сознательно хулит эту Истину и говорит, что нет, это неправда. Ну, пример, например, человек в Церкви, уверовавший, покаявшийся и так далее, вот, и Дух ему говорит, что нельзя разводиться. Совершенно четко, ты можешь это читать в Библии многократно или еще что-то такое, то есть, как угодно, или что, например, гомосексуализм – это грех. И человек, слыша Дух Истины, понимая прекрасно, что да, действительно, Бог против этого, что действительно это, как бы, плохо, потому от этого у тебя не будет никакого потомства, ты, мало того, что сам грешишь, и как бы даже с научной точки зрения у тебя никакой жизни впереди нет. Не суть, понимаешь? И человек говорит, нет, я вот Божью точку зрения не приму, а приму свою, или там ту, которую мне там согласуются с тем, что в телевизоре мне сказали, или еще что-то такое, понимаешь? Вот, вот это вот, вот это вот оно, как оно простится? Оно не простится, потому что человек сознательно отказался от Духа Истины, от Истины он отказался и стал верить, продолжать в ложь. Это не простится ему, как? Оно не может проститься, потому что личность человека начала состоять из лжи. Ну, вот тогда он пребывает в области, сейчас. Ну да, 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 да. Конечно, у него есть там, в любой момент у него есть там шанс каяться там и так далее, то есть, все это... Покаяться же можно всегда, да? Да, покаяться можно, естественно. Но тоже покаяние, это такое вещь, что... Но ты сам себя лишаешь, да. Это как, знаешь, это как вот брать и... Вот ты знаешь, что есть у тебя, например, два крана. Из одного крана чуть-чуть чистая вода, а из другого там бактерии всякие там то-се, понимаешь, вот и всякое десять, пятое десять, но зато со вкусом пива. И вот ты берешь и сознательно себя травишь, вот пья не чистую воду, а из грязного там зараженного источника. Ну, то есть, человек сам себя лишает жизни. Вот я читаю некоторые свидетельства, там, в интернете, да, смотрю. То есть, человек, например, там, вот он вор, там, наркоман, там, все как бы это себе... И Бог ему дает, например, возможность. То есть, вот покаяние ему дает. Человек начинает менять всю свою жизнь. У него изменения колоссальные, да. Мало то, что он там слазит с системы, да, и ему переламывает, помогает ему, там, вытаскивает его из тюрьмы, там, в церковь начинает ходить, девушка какая-нибудь в него влюбляется, начинается у него там это... И потом вдруг этот человек, он падает. Делает сознательный какой-то где-то выбор, где-то что-то, как-то, да, и вот у него там случается, что он опять там садится на иглу, там, или на чем он сидел, не знаю. Не суть. И у него опять жизнь начинает разрушаться. То есть, человек, вот, ну, он сам себя лишает Божьей благодати. Он потом, конечно, может, он может покаяться, может, если еще жив будет. Ну, еще раз, ну, еще раз, то есть, ты имеешь в виду, что вот, он, как бы, сам это все делает, да, и не уходит. Когда человек сознательно решает не жить по Божьим правилам, он сам себя лишает Божьей благодати. Понимаешь? Он сам на себя все вот эти вот проклятия наводит. Из-за чего людям сейчас плохо? Почему у людей все проблемы? По одной простой причине. Они не любят друг друга, как себя, и, понимаешь, ставят на первое место в жизни чего угодно, кроме Бога. То есть, вот проблема. Весь мир, именно все социальные проблемы, психологические проблемы человека, проблемы взаимоотношений, все проблемы, они связаны с тем, что люди Бога не слушают. Они сами себя обрекают на эти проблемы. Вот это, когда ты читаешь исход, там, 20 глава, да, то есть, вот идет 22 глава, да, когда Бог говорит, вот эти вот благословения я тебе пошлю, если ты будешь исполнять мои заповеди. И там перечисляется, кто будет у тебя, и все, и пятые, и десятые. Все будет здорово у вас, люди, если вы будете жить по моим заповедям. Если вы не будете жить по моим заповедям, тогда у вас будет такая-такая-такая проблема, короче, и там описывается это все, знаешь, такими словами вообще. Человек, когда он живет не по Божьим заповедям, он сам себя лишает счастья внутреннего, он пытается это счастье заменить чем угодно, там, кто алкоголем, кто наркотиком, кто еще чем-то, да, там, или какими-нибудь дурелками, там, развлечением. Всячески пытается человеку вот этот недостаток счастья в себе заполнить, но оно ложное, оно временно, и ты потом должен за это расплачиваться, потому что оно не настоящее. В итоге человеку становится еще хуже, потом еще хуже, и вот он так падает, 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 понимаешь? А в чем проблема? В том, что он сознательно, ну, сознательно в том случае, если он слышал Божье Слово, да, а если он не слышал Божье Слово, ну, у него как бы просто он страдает за грехи отцов, потому что его должны были научить еще в детстве. Ну, да. Ну, мы все ждем Небесного Иерусалима, то есть, те же временные. Да, да, да. Они же воскресли, вошли в Святой Град, мы имеем в виду Святой Град, это Небесный Иерусалим. Да, конечно же. Ну, вот Матфея, да, там, вот он есть. Да. И вот каждый род, и мы строим каждый свой род. Знаешь, что Небесное, оно внутрь у нас есть. Внутрь нас строится, да. Мы строим внутрь? Нас, внутри нас должны построить Царство Небесное. Царство, где Царь Бог, да, внутри нас. И снаружи нас, и в обществе, чтобы и на земле, и на небе было Царство Небесное, да. То есть, вот этим строительством занимается каждый из нас. То есть, в меру того, как ты можешь, насколько Бог тебе дает, во-первых, призвание, силы какие-то, дары у каждого, там, свои, да. Один может, там, я не знаю, там, в метро проповедовать. Один может в школе, например, там, где-то учить детей. Кто-то может свою семью наставлять, там, я не знаю, там, у кого как. Кто-то может добрые дела делать для того, чтобы люди видели, что верующий человек делает добрые дела, потому что Бог ему так сказал и прославляет Бога. Ну, видишь, конечно, вот вопрос проповеди, это тоже такой вопрос важный, что, допустим, я сам, я же понимаю, что я, ну, как бы, я знаю, вообще, как христианин, а грешного, а не святого. А почему? Почему ты грешен, христианин? Я вот, как бы, начинаю снова читать и нахожу себя, что я, как бы, вообще, надрежный. Ну, за тебя Христос же заплатил за твой грех или нет? Перед Богом ты свят или нет? Христос заплатил, да, он, как бы, заплатил, и, ну, а мы его получаем. Да. И все равно, как бы, знаешь, перед Богом, но я понимаю, что сын Божий, ну, усыновление, да, оно получилось. Смотри, давай, я тебе эту форму нарисую. Почему же, почему же Павел, он же говорит, что есть первые, в конце жизни у своего? Да, ну, он себя и святым точно так же называет, и называет святыми своих учеников. Ну, это да, понятно. Вот, смотри, просто есть несколько формул ключевых, которые, сейчас я тебе нарисую, ну, которые открывают так, там же библейский язык, и нужно его разбирать. Вот, смотри, первое, видишь, правда, она в том, что человек лжец. Вот в этом заключается правда. Правда – это Иисус Христос. Теперь смотри, вот Бог, вот он смотрит на человека, и вот между Богом и между человеком есть правда. Он есть сейчас побольше. Да, Божий Сын. Видно. Да, Божий Сын, я просто не вижу, сейчас, подожди, кликну. Ага, он сейчас очень побольше. Да. Ну, видно, да, да. Да. То есть, вот эта правда, она свидетельствует о том, что человек лжец и грешник. Для того, чтобы святой Бог мог в человеке увидеть праведность, два варианта. Первый вариант – человек становится праведным. Этот вариант невозможен. Второй вариант – Бог берет и убивает правду. Вот это и есть страдание Иисуса Христа. Вот это и есть его распятие, его жертва. То есть, сама правда, она… Да. Вот это вот, то есть, Христос, он отдает свою жизнь, то есть, истинно отдает себя ради того, чтобы оправдать другого человека. Человек лжец, человек грешник. В этом правда. Вот эта правда, она готова пойти на крест для того, чтобы оправдать этого человека перед Богом. В этом жертва Иисуса Христа. Точно так же, как… Видишь, Вадим, видишь, апостол Павел, что он еще? Говорит, я порабощаю свое дело, чтобы проповедовать другим… Да, самому неоспорно. Да, действительно. Мы должны достойны быть того призвания, в которое мы призваны. Да, тоже в Фессалоне Китином послании говорит. То есть, мы, когда призваны, это зов. Так, мы не абсолютно же святы, имеем в виду, не во Христе, но во Христе. Ну, как вот, мы же во Христе и его… Да, но мы еще не Христос, да. Мы во Христе, но мы еще не Христос. Мы еще не настолько же святы, как Христос. Ну, насколько, короче, что мы еще прегрешаем там, да, или как оно… Да, нам дан задаток Святого Духа. Это не значит, что у нас наше сознание состоит только из Духа Истины. Нет, к сожалению, наше сознание, несмотря на то, что у нас дан задаток Духа Святого, того Духа, который будет жить вечно, это целый путь к тому, чтобы очистить свое сознание от лжи. Точно так же, это целый путь к тому, чтобы оседлать свою плоть, да, и контролировать ее так, чтобы она никогда вообще не грешила, да. Это целый путь язык свой от лжи удержать, понимаешь, или от какого-то там злого слова. Понимаешь, у меня вообще, знаешь, я тебе скажу, у меня, знаешь, такая проблема, что я как бы, ну, человек, ну, без жены сейчас, ну, без жены, и в моей жизни уже, когда я был под Каином, я как бы, ну, мог и на порно сайт зайти, понимаешь. Ну, я считаю, что вот перед Господом… Да, перед Господом. Ты знаешь прекрасно, что это грех, да? То есть это как бы совершенно четко. Что говорит, опять же, Библия для того, чтобы сатана не искушал нас невоздержанием. То есть это от невоздержания. Человек, плоть, у тебя гормона приливает свою плоть, функционирует так, что вот ей нужно как бы там это. Я тебе знаю, что, Джо, это, как бы, скорее не плоть, а оно как-то попадает в голову, потом вдруг попадает. Нет, это плоть. Это пухает. Да, это смотри. И потом можно как бы, и уже, и уже дробота, короче, не работают. Твое тело, твое тело, это как лошадь, да? А твой дух, это как наездник на этой лошади. И вот эта вот лошадь, вот она хочет что-то там своего. Она увидела там, где-то там впереди, там что-то, понимаешь? И вот она стремится делать по-своему. Но задача наездника, свою лошадь, сдерживать, чтобы она шла четко туда, куда нужно, а не бегала туда-сюда, как ей захочется. Как я с собакой, вот, например, когда гуляю, вот у меня собака. Вот ей нужно туда, что-то сюда, здесь какую-то там какашку понюхать, здесь еще что-то такое. Но у нас есть с ней определенная цель. Моя задача, эту собаку там довезти в парк, чтобы она там побегала, поиграла. Понимаешь? И здесь то же самое. То есть, ты когда читаешь первое послание Коринфину, оно говорит о том, что для того, чтобы вы, чтобы сознание не искушало вас невоздержанием, каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа, да? То есть, когда ты видишь, что ты не можешь оседлать свою плоть, ну, скажем так, Павел, конечно, говорит, я хочу, чтобы все были там, как я, да? То есть, он говорит о том, что у него не было жены, потому что он был весь в служении, там, и все такое. Да, он мог всю жизнь посвятить. Почему он говорит, Владимир, скажи, почему он говорит, что это лучше? Я вот не могу... Да, смотри, почему Иисус Христос, да? Да. Нет, подожди, Владимир, я тебе скажу, смотри, вот искушения, вот они вот есть же, да, когда я бережу, они же есть, и когда я живу, они тоже есть, искушения, но они тоже есть, но там другие. Но меньше, скажем так, ну, да. У тебя, например, когда... Ну, и так, и так есть. Оржание или похоть, она тоже будет, и будет все равно атаки. Смотри, да, это от духовной силы, или от того, какими ценностями и ради чего живет человек. Например, очень многие люди, которые очень сильно заинтересованы какой-либо идеей, да, они перестают вообще думать о семье, там, о своих каких-то плотских мыслях или еще о чем-то. Например, очень много среди ученых тех, которые, ну, вот у них с женщиной вообще никак. То есть, и среди них есть люди, которых это вообще не интересует. То есть, очевидные примеры, там, есть тот же самый Леонардо да Винчи, да. Он настолько был одержим вот всеми идеями, там, творчества и так далее, что его совершенно не интересовала женщина. Павел, то же самое, настолько был одержим идеей того, чтобы проповедовать, что его это не интересовало, его интересовало совершенно другое. То есть, человек, он плоть свою использует для того, чтобы достигать духовных целей. Не плоть использует человека для того, чтобы достигать своего каких-то своих там этих... Ну, то есть, у плоти, понятно, ей нужно поесть, там, поспать, размножиться и так далее. У нее, как бы, там, своя задача. Но человек, он наездник. То есть, он старается использовать вот эту плоть для того, чтобы сделать какие-то дела духа, дела идеологические. Не столько материального характера дела, чтобы накормить, напоить себя, там, где-то помягче, там, себе какую-то коляску купить. Нет. То есть, поэтому это лучше. Лучше, когда человек, там, ну, вся его голова, все его мышление, оно полностью, там, отдано на то, чтобы, вот, заниматься тем делом, которым он занимается, там, в служении, да. Но это далеко не всем возможно. Я считаю, что, когда вот очень многие католические, в католичестве священники и так далее, то есть, они же начинают дуреть из-за того, что они не могут, на самом деле. Они не настолько верующие, они не настолько одержимы идеей служения, чтобы совершенно, как бы, их, ну, вот, не интересоваться делами плоти. Поэтому происходит там всякий разрад в церквях, понимаешь? И потом все это ложится большим черным пятном, потому что человек не сдержался где-то. Ну, вот, в католичестве у них просто, понимаешь, если ты хочешь, например, пойти в более высокие, там, какие-то саны, то ты должен обязательно быть безбрачным. Ну, то есть, а Библия, да, это у них. Библия говорит, что если вы не можете сдерживаться, то лучше вам иметь мужа и жену, чем идти вот, да. Поэтому, вот я, например, для себя тоже, у меня так, я думаю, насколько, у меня очень большое желание, там, участвовать, служить, там, и так далее, и тому подобное. Но, я, например, я не смогу сдержать свою плоть, потому что я не настолько еще духовно развитый человек. Мне лучше иметь жену, потому что, иначе я пойду по наклонам, понимаешь? И потом я скачусь в лицемерие, когда я буду говорить, что я там не хожу по порно-сайту, хотя я реально это там делаю, или что у меня там не ходят ко мне проститутки, хотя они реально заходят. То есть, вот, чтобы вот этого вот не было греха, понимаешь, я лучше женюсь, потому что жениться – это не грех. Ну, довольно, да, женится, я вот по тропам же ездил, вот, ну, там, просто с сестрами общался, ну, знаешь, а невеста там, бригаду, вот, все. Ну, и как бы, и дай бог, понимаешь? Да. Пока там пасы, там, узнают, и пока все время дадут, ну, год еще пройдет. Тут же, задача в чем? Задача, как всегда, угодить не столько людям, сколько Богу. То есть, я считаю, что лучше пойти на компромисс с какими-то человеческими этими традициями, там, и еще, но зато сделать соответствие с Божьим. Божьим Словом, в полном соответствии. А полное соответствие с Божьим Словом, она говорит о том, что муж и жена, человек, и женщина, например, женщина, мужчина, становятся друг другу мужем, когда один одного называет мужем, другой другого называет женой перед Богом. Для этого не нужно какой-то обряд, там, или еще что-то, разрешение пастора, или, ну, ну, это не нужно просто-напросто. Ну, это люди придумали. То есть, это, как бы, освящается, оно же Господу, да? Бог должен освящать истинный. Когда ты искренне веришь, что это твоя жена, а она искренне верит, что ты ее муж, вот это и есть. В истине вы. Вы друг с другом заключились в завет. Я думаю, что, допустим, вот у меня появится жена, что моя похоть, она, или она уменьшится, или увеличится. Я думаю, что она уменьшится однозначно. Однозначно уменьшится. Почему она однозначно не увеличится? Знаешь, вот я, вот, знаешь, познал женщину, вот там все. А теперь я, ну, знающий, там, так сказать, да? А хочу там еще две-три женщины. Нет, это если ты будешь постоянно вот размышлять об этом, там, да, или еще что-то фантазировать как-то на эти темы и так далее. То есть, твои, ты свою голову, свои мысли отдашь в распоряжение вот всех вот этих вот, ну, мы их называем бесы, да, в Библии. То есть, вот, ты будешь гонять в голове, то есть, он тебя будет вести ко греху. Но когда, если ты не будешь этим заниматься, если ты будешь, как бы, думать о чем-то хорошем, светлыми мыслями себя наполнять и так далее, тогда ты, все свои гормоны, все свои эти, то есть, все свои потребства, ты, как бы, с женой вместе, вы, там, друг с другом, как бы, ладите, понимаешь? Да. Вот. И все, у тебя уже нет вот такого физиологической, как бы, потребности, прям, грешить. Нету этого, этого нет. Вот. То есть, это только если ты сознательно решишь фантазировать на какую-то там тему. То есть, я считаю, что человек, есть, я, например, знаю нескольких братьев и сестер, да, вот, ты знаешь, они одиночки, да, и они реально не интересуются просто, настолько они сильно в служении, вот они, вот у них все мысли, они все вот об этом только и думают, да, вот им реально это не нужно. А сколько им лет? Молодые, 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 по двадцать с копейками, младше меня. То есть, понимаешь, настолько человек сильно увлечен чем-то. Не, ну, они такие, конечно, может, там, где-то, когда-то, ну, видно, что они очень мало там думают вообще об этом. Есть люди, которые наоборот, которые достаточно много, ну, скажем так, борются со своей плотью. То есть, человек, у каждого свой дар. Вот это, я считаю, это дар, когда человек может взять и всю жизнь провести в служении. То есть, ну, его не парит, скажем так, не сильно это беспокоит. А другого человека это беспокоит гораздо сильнее. Это как, например, человек, который имеет склонность к гоносексуализму, ему гораздо сложнее сдержаться с этим грехом. Или у которого у человека есть склонность к криптомании, ему гораздо сложнее не воровать. Ну, к криптомании, когда человек ворует, да, то есть, вот он не может удержаться, что-нибудь ему надо утащить. То есть, ну, вот это вот похоть, вот это желание. Или есть у человека, который природно, вот он более агрессивный, он более, как бы, ему сложнее воровать себе грех, и, там, чтобы не убить кого-то, там, не это, не наговорить ему плохих слов. А для другого человека, он природно, ну, у него меньше он подвержен, у него дар такой, понимаешь. Вот он, его воросто вообще не интересует, или его совершенно не интересует, там, спорить с кем-то, кричать, там, агрессивность, гордость свою проявлять. У каждого по-разному, у каждого же свой набор. То есть, кому-то проще, кому-то сложнее. Но самое главное, что Бог, он предусмотрел абсолютно естественный способ человеку жить нормальной жизнью. А именно, ты обзаводишься семьей, и если ты не будешь впадать вот в эту крайность, там, в фантазирование, и все прочее, да тебе не нужны другие женщины. Да, да, то есть, там, люди не напор на сайтах, а на женах на своих отрываются, понимаешь, поэтому, слава Богу, церковь растет, Божье царство растет. Так что... Ну, смотри, я хожу в несколько церквей, то есть, я не могу сказать, что у меня есть какая-то одна церковь, одна какая-то конгрегация, в которую я хожу, и все. Нет. А подожди, дожди, а в крещение ты где принял? Ну, вот в одной из церквей, то есть, то, что вот, где водное крещение за свидетельство перед людьми в одной из церквей, в русской. И, как бы, я так думаю, вот где ты там принял, ну, вот, ну, допустим, я вот принял у нас, да, здесь, я в парке, и у них принял, как бы, ну, к ним хожу, хотя и... И, как бы, я в пещере к Балтистам, да. И, как бы, я в пещере к Балтистам, вот, как раз на выходных. Вообще, Библия говорит, что одно крещение, один дух, да, то есть, да, мы, я для себя, я не делаю разницы между церквями, то, что вот, например, вот эта вот моя церковь, а вот эта вот рядом церковь, она не моя. Нет. И та, и другая церковь, на самом деле, Христа. Вот. И там, и там, и там, люди верят в одно и то же Божье Слово. Есть, конечно же, церковь с более... Что? Пастер должен быть у каждого. Ну, а ты, допустим, я в пастер, и у меня должен быть, допустим, пастер. Ну, да, да, конечно, хорошо это все. Да. Мы должны понимать. Я отвечаю. Да. То есть, у человека есть наставник, да, пастер, тот, который его ведет. Этот пастер, он должен вести этого человека куда? Ко Христу. То есть, наставлять... Тогда получается, что твой пастер, на самом деле, не этот человек, а сам Христос. Потому что, если он тебя, этот человек, учит Божьим Словом, наставляет тебе, где-то помогает, объясняет Божье Слово и так далее, то этот человек, он является одновременно и твоим братом, и служителем Христова, и твоим пастерам, да, и наставникам. Хотя, на самом деле, твой главный пастер – это Христос, твой главный учитель – Христос, потому что ты учишься оттуда. Ну, все оттуда, да, как просто пастер, ну, как бы, а просто, ну, как бы, через кого, через то христос, на которое выхристос... Да, да. То есть, Бог говорит через него тебе. Бывает, что через человека говорит не Бог. Такое бывает, когда через человека говорит ложь. А именно, какие-то другие заблуждения, какие-то другие идеи, там, левые, понимаешь? В этом случае пастер, несмотря на то, что он может говорить где-то что-то правильно, но если он тебе говорит в данный момент, ну, неправду, ложь, ну, просто-напросто он сейчас служит не Христу. То есть, ты должен понимать, что над головой мужчины всегда должен быть Христос. Ни другой мужчина, ни женщина, ни дети – Христос. То есть, твоя задача – всегда искать истину. Пастер тебе в этом помогает. Ну, если ты видишь, например, что где-то пастер заблуждается, ты, как бы, это... Твоя задача – слушать Бога. Ну, допустим, взять вот нашу церковь, да, если, допустим, Христос получает, вот, да, пастера получает, и она же должна расти, и вот эту благодать, на которой сходит, да, на церковь Христа, слово, вот, да, то есть, мы слово разбираем. Так, мы же должны нести людям, допустим, слово. Да. Мы должны отдавать, да, получили это слово, да. Да, даром давайте, да. Даже не за деньги, да, и даром давали. И должны, как бы, эту благодать, которую мы получили, должны отдавать ее именно тем опцам, которые вот, ждут Слово Божие, но еще в миру живут. Да. Ну, вот опять, да, смотри, точно так, где мы строим царство. Каждый человек строит царство в двух мирах, внутри и снаружи себя. Понимаешь? И про внутренний мир, про психологию свою нельзя забывать. И про внешний мир, про социологию вокруг, про социум, который вокруг тебя, люди, тоже нельзя забывать. Нужно делать и то, и другое. Потому что ты свой внутренний мир созидаешь для того, чтобы потом служить в большем миру, да, в социальном миру. Когда ты внутри исполнен добра, это, естественно, выливается в добро на людей вокруг тебя. Да, то есть ты начинаешь применять навыки, которые у тебя есть внутри. В церкви то же самое. Церковь должна заниматься и строительством внутри себя, чтобы было внутри все правильно, все хорошо, у людей настрой, правильное учение и так далее. И вокруг себя. То есть для того, чтобы другие видели и прославляли Отца Небесного, понимаешь, присоединялись к церкви. И то, и другое нужно делать. Когда ты внутри церкви учишь людей, например, там, делайте добро, там, любите друг друга, там, проповедуйте, Божье Слово будьте свидетелями и так далее. Это нужно применять. Понимаешь? Это нужно применять. Да, это нужно применять. Ты идешь, выходишь из церкви и пошел применять. Вот и все. То есть нужно делать и то, и другое. Когда церковь какая-то слишком сильно фокусируется на служении внутри, она закисает. Потому что вот этого применения реально нет. И как бы вот все вот внутри, внутри, да, собрались, попели, всем хорошо, вышли и начали жить обычной жизнью. Потому что люди не привыкли жить снаружи, применять конкретно. То есть это очень важный навык именно применения. Мы изучаем ради того, чтобы применять. Нет смысла изучать, если ты не применяешь. Нет смысла, как бы, там, ходить и слушать прокуратес. Понимаешь, что вот это местописание, где оно именно благовестие в римлянам, по-моему, в начале, где оно из веры, это благовестие, оно переходит из веры в веру, да? Да, да, да. Сначала ты веру в себе и веру распространил наружу, да. Из веры, от твоей веры переходит в веру других людей. Поэтому нужно делать и то, и другое. Не слишком много зацикливаться на служении только внутри, но и не бросать его ни в коем случае. Ты считаешь, как ты не можешь... Вот смотри, возьми, например, физику, да? Вот хочешь ты распространять знания о физике? Тебе для этого нужно делать две вещи. Первое. Внутрь себя загружать вот эти знания о физике. Потом учить других. Ты не можешь где-то сократить в одном или в другом месте, потому что это будет неэффективная твоя работа. Если ты будешь учиться, учиться сам, но не будешь учить никого, а твоих знаний нет никому толку. Но если ты будешь и сам учиться, и распространять других, это самый лучший вариант. Ты не можешь сам не научиться и уже идти там что-то кого-то учить там. Это тоже плохой вариант. То есть нужно и то, и другое. Естественно, что это сила Божия. Но сила Божия, ты не сам не можешь делать так. Сила Божия. Да, действительно, сила. Когда ты хорошо принял верой какой-то материал, в тебе эта вера производит желание, помышление какое-то действовать, что-то конкретно воплотить, чтобы от этой веры был плод, ты выходишь на улицу и делаешь этот плод конкретно, воплощающий. Это Божия сила. Если вера, то есть, ты, например, во что-то веришь, но реально оно в дела ни в какие не выливается, это мертвая вера. То есть у нее нет плода. Обязательно у твоей веры, которую ты скушал, ты внутри себя принял, внутренний мир свой загрузил, как бы все классно у тебя внутри. Но ты должен это сделать применение. Я, знаешь, скажу, что в секту вообще тоже можно попасть, и в церковь может стать сектой, именно в том плане, как ты говоришь за Кисай, да, вот, допустим, если она записает, то она может быть в секту, ну, просто знаю, ну, Слово Божие, да, Слово Божие, но, ну, нигде, просто как-то для себя, и все. Как бы как эгоизм небольшой, да, получается. Ну, да. Просто в секту знают, что же можно залететь, чисто после пастора, как бы, да. Если человек, да, если человек, смотри, читает Библию, в нем действует Бог. Почему? Потому что ты, любые заблуждения, любой секты, любого какого-то лжеучителя, пастора, там, или еще что-то, ты же видишь в Библии, чему тебя Библия учит. Если пастор говорит наоборот, значит, он лжец, например, в настоящий момент. Вот. Той или иной долей лжи, на самом деле, страдает любой учитель. Потому что мы люди, да, то есть, любой человек, где-то он в чем-то может ошибаться. Но бывают люди, которые настолько уже в этом повязаны, что лучше бы им молчать вообще, чем кому-либо что-то учить. Потому что они уже настолько вот это заблуждение. Потому что человек подгоняет истину там под свои какие-то интересы. То есть, это уже проблема, это уже большая болезнь. Я считаю, что в эту церковь все равно нужно идти, но для того, чтобы помогать. Потому что, ну, Христос шел к грешникам, понимаешь? А кто мы такие, чтобы ходить, искать праведников и ходить туда? такое же, Такое же, чтобы тебе помогать, а ты слово скажешь какое-нибудь, и тебе знаешь, что в ответ, я вот наше тоже говорил, говорил, и знаешь, меня осуждали, ну, ты еще там, ну, не так знаешь, не так делаешь, проповедовать не хотят, и там тот, и там это, ну, как бы осуждают. Ну, это твоя задача, ты четко слушаешь Бога, да? Мало ли кто там что тебе будет говорить, да? Если, например, ты приходишь в какую-то компанию, компания сидит такая, ну, и как бы там пошли там мат-перемат, вино-водочка, и то и все, понимаешь? Тебе не обязательно в этом делать, ты можешь им сказать, а я как бы считаю вот так, вот так, вот так, ты с ними поделился, вера, они сказали, да ты просто ничего не шаришь, ты дурачок там, и всякое такое. Это не значит, что ты должен на них обидеться, просто идеологически, ты взрослее их. То есть, Бог в тебе, например, произвел где-то это. Вот эта вот ссылка, которую ты дал, если ты ее дальше прочитаешь, сейчас, 1 Петра, 4 глава, да? Почему они и делятся, что вы не участвуете с ними в том же распусте и злословят вас? Потому что, когда человек, он что-то, например, начинает там, ну, распутничать, или, ну, не слушается Божьего Слова, или там, ну, окей, Иисус говорит, проповедует, ну, не проповедует, там, еще что-то. И ты им говоришь, а вот же Бог сказал, вот так, так, они начинают злословить. К этому вообще нужно относиться совершенно нормально. Это гонение за Божье Слово. Это, это счастье. Это за это, слава Бог даст. Ну, когда это за Божье Слово гонение, а не когда ты там, пришел, наоборот, лжетеория, забегающая, пинай, тут. Посмотрел, знаешь, ссылки, по-моему, на Ютюбе, там, посмотри гонения нах, мусульмане в Патистане, в Индии гонят, да, как бы вообще мусульман, Кирсана, там вообще, ну, Библия даже запрещена, найдут Библию, забегают и расстреливают, вот прям на служение, да, забегают, ну, Аллах Акбар, забегают, и стреляют, в течение, ну, прихожан всех пусят, с пулемета там, расстреливают, всех наоборот, убивают, и никто не отрекается, слава Богу, что есть. Это апогей гонения, когда тебя убивают уже за Божье Слово, то есть это последняя ступень, скажем так, гонений, но даже мелкие гонения, они на протяжении жизни любого христианина будут, то есть от этого никуда не деться. Первый посланник Тимофеев говорит, все желающие жить во Христе, Иисусе Благочестиво будут гонимы, это обязательно участие, потому что ты постоянно находишься в идеологической борьбе с дьяволом. Если ты, например, видишь человека, который действует не так как-то, как Библия говорит, это означает, что в этом человеке действует дьявол, частично хотя бы, где-то что-то человек верит в лжи, и ты ему говоришь правду, ты ему говоришь из Библии что-то, что вот нужно делать так, нужно сделать всякое, или еще что-то, или еще как-то, или даже ты ему ничего не говоришь, но ты своей жизнью, своим образцом жизни, из-за того, что ты делаешь более правильно, он в глазах других, например, делает неправильно, и он на тебя будет злиться. Это абсолютно естественная реакция. Это должно быть, от этого никуда не деться. Поэтому гонения, они должны быть. Когда ты приходишь к человеку, который, скажем, алкоголик, и ты ему говоришь, ну, Бог говорит, что не напивайтесь, вы лучше Духом Святым как бы исполняться. Он скажет, да пошел, что-то там нужно, ну и как бы это гонение. То есть это постоянно нужно. Если тебя никогда никто не гонял, это означает, что что-то в твоей христианской жизни не так. Тебя должны гонять. Если не гонял, я считаю, что да, ты недостаточно в служении, тебе нужно активнее служить. Потому что человека, который в служении, его должны гонять. Ты когда говоришь правду, это людям не нравится, они тебя гоняют. Это красный флаг, это нужно, да, задуматься. А если тебе будут за имя Христового, то это уже... Да, да, да. Страдать за правду это самая благодать для христианина. Это именно когда ты несешь вот этот крест, как Христос, он взял на себя правду, но людям это не нужно. Не ответы как на распятие, да? То есть, вот это то же самое. Ты взял правду на себя, ты говоришь правду, людям это не нравится. Очень маленький процент людей, которым это будет нравиться, когда ты будешь делать так, потому что узкие врата, понимаешь? а другие-то они же лжи хотят верить. Поэтому другим это большинству людей это не должно нравиться. Это абсолютно нормально, когда у тебя проблемы с гонением, что люди всячески тебя шпыняют. ну как Иисус терпел, понимаешь? Как его пинали, там плевали в него эти солдаты, и так далее. То есть, он же злого слова никому не говорит. Терпение, да, А вот она тоже, когда, она же нет, да? Да, она ничего против волка. Молчает? Да, молчит. Да, В этом и прелесть Агнца. Это сама ты подкнул, так как вина, в разные времена. Есть какая-то причина, что это вот то, то... Есть, наверное, знаешь, какая причина? Как тебе объяснить? Вот, среди тех людей, которые вокруг живут, да, не так много людей, ну, с которыми, скажем, я могу сказать, что они сто процентов разделяют точку зрения, что церковь должна быть одна, да, то есть, вот, все, что написано в первом послании Коринфянам, первая, вторая, третья, четвертая, пятая глава, то есть, ну, как бы, не особо разделяют эту точку зрения, считаешь, что вот есть вот эта вот моя церковь, а эти пойдут в ад, или вот эта вот здесь вот мне нравится, а там мне не нравится. А? Истина только в одной общине? Ну, да, то, что истина только в одной общине, или то, что вот нужно обязательно называться там пятидесятники, или обязательно нужно называться баптисты, или там свидетели иеговы, еще кто, понимаешь? Они искренне верят, что крещение в имя баптизм, или пятидесятничества, или иеговизм, что оно их спасет. Она же не спасет. Да, у нас, как бы, понимают люди, что у нас и баптисты, и я к баптистам ездил, да? Они, понятно, что каждый хочет пастору на свою ляпу кянет. Ну, тем не менее, понимают, что вы все, как бы, христовы и один дестор. Ну, это уже продвинутые у вас, значит, там это. Истина, что-то даже, ну, такое, как бы, подумать страшно. По слову, одно на то, что только истина, это, ну, полный бред. Ну, да, да. Ну, перед Господом, это, ну, даже, можно сказать, что это уже грешок, как-то, знаете. Ну, да. Ну, то есть, вот смотри, есть те, которые, более-менее, как бы, нормально это понимают, да? То есть, а есть, бывают вообще-то вертолобы, то есть, настолько тяжело, что просто капец. И когда ко мне, например, тоже вот меня спрашивают, ну, ты уже вот столько ходишь, там, в нашу, там, церковь, ну, можешь же сказать, наконец, что ты там баптист, Или ты же можешь, например, сказать, что ты там яговист, или еще кто-то, я говорю, я не могу это сказать. По одной простой причине, я себя никогда, никем не называл, кроме как христианин, потому что я крестился в имя Христа. Я говорю, если вы почитаете, вот, послание Коринфянам, о чем Павел пишет, чтобы вы никогда не крестились, ни в полоса, там, ни в Киеву, ни в кого, да, Христовы вы, и все, как бы, нету другого учения. Тогда между людьми будет гораздо меньше проблем, и терок. Ну, большая у вас, там, вот, куда-то, отходится, потому что, может, вот это американские церкви, они большие, потому что, ну, американцев живет больше в Америке, чем в русских. А русская церковь, нет, не очень большая, маленькая. Вот, я хожу в несколько общин, одна, ну, самая большая, может быть, человек 20, а так, 10-15. А, ну, в служении, как-то, есть, как-то, или, или, как-то, да, да, в служении задействовано, участвую в разных, дезинобилизационные мероприятия, или, где-то, там, на раздачах Библии, или внутри церкви, там, вот, я за этими стою, за пультами, там, ну, когда идет служение, всякие, там, проекторы, все эти, музыку включить, свет, все мои, ну, такие дела. Слушай, ну, Слово Божие, я, вот, сам, как бы, выходил, да, у нас здесь, в мире, такие, ну, я трактаты, там, евангелизационные мероприятия, да, но, Слово Божие, я, ну, как бы, постеснялся, что, а, ничего, что, чтобы Слово Божие получить, надо получить, ну, какие-то выдержки из него, человек должен, как бы, прийти, или просто, ну, чистое слово давать людям, именно, как священное писание, отбыть, я, вот, я так думал, почему, вот, евреи, допустим, да, они, священное слово, они целуют его, они, его читают уважительно, каждое слово разбирают, да, запятой, да, все, то есть, они, не то, чтобы, там, он прочитал, кинул, там, валяй, и все, не от Слово Божие, и они относятся так же, как им, астап, и, ну, как бы, я, ну, я, как бы, вот так, вот, я читаю, что, я, вот, ну, христианскую литературу, да, там, которая прерывает, там, выдержками, там, священного писания, ну, это нормальный день, да, пораздавайте, а вот, ну, и, ну, там, много заведок, знаешь, Гедон, раздают тоже, а вот, ну, просто, ну, вот, я, ну, постеснялся. ну, ты смотри, то есть, что, как бы, Бог куда направит, то и действует. То есть, у нас нету здесь такой заморочки, чтобы народ книжки целовал, то есть, ну, я не знаю, просто нету этой проблемы конкретно. Поэтому можно вполне раздавать Библию, то есть, ну, я, ну, просто уважение, так было проиграть, ну, к слову, нет, это живое действие. Да, ну, одно дело, когда ты проявляешь уважение к слову кончится какой-то, нацеловываю томик литературы. То есть, это, это все-таки разные вещи. Владимир, секундочку, можно тебя? Нет, Ирин, я сейчас занят пока. Ну, пожалуйста. Сейчас, одну секунду. Это значит, хотя бы пять секунд. Мы хотим пойти в кино, но через 15 минут начнется. Открою дверь, аж в уши зайдет к тебе. Хорошо, ладно, я открою. Он через 10 минут уже зайдет. Все, идите, хорошо. Короче, вот так вот. Смотри, очень интересная штука, когда ты, сейчас я поделюсь только одной мыслью, чтобы закончить уж эту тему. Когда вот ты, например, благоествуешь, или хочешь поделиться с кем-то, или еще что-то такое. Ну, я для себя так. То, что вот работает хорошо. То, что нужно людям говорить самое первое, это не то, что Христос всех любит, там простил, и все такое. Для них ничего это не значит, потому что они даже не знают, кто такой Христос толком. То есть, у них есть какое-то представление о христианстве, такое, знаешь, вот какое-то вот такое суеверное, языческое такое. Но для них это ничего не значит. Нужно говорить, что Бог хочет от людей. То есть, сначала человек знакомится с заповедью. Понимаешь, как Адамсон, первое, что он сделал, включил, вкусил заповедь. Только тогда человек должен увидеть свой грех, что он грешит. И дальше уже там он нуждается в водительстве Божьем. То есть, вот это вот я как бы делаю... Это же покаяние от людей. Да, то есть, самое первое, и то, что проповедовал, например, Иоанн, то есть, он говорит, что покаетесь, да, покаетесь. Но для того, чтобы человек покаялся, он должен знать свой грех. А для того, чтобы он знал свой грех, ему нужно дать заповедь. То есть, самое первое, что я, например, проповедую неверующему человеку, это то, что Бог хочет от людей. Я говорю, Бог хочет простых вещей. То есть, чтобы мы любили друг друга и любили его всем сердцем. А другого, ближнего человека, любить как себя. То есть, вот на этом у нас разворачивается там диалог. Вот это очень хорошо работает. То есть, люди, они начинают такие задумываться. Ты или что-нибудь там выдаешь в руки что-нибудь? Или ты просто говоришь, что... я не выдаю в руки. То есть, вот у нас, например, те, которые свидетели Егоова, да, они постоянно, они не просто так идут к человеку поговорить, да, по душам, они идут для того, чтобы там литературу дать и всякое так. То есть, я не хочу выглядеть таким совершенно. Я разговариваю, когда с человеком, я с ним просто, ну, так вот, знаешь, на языке, на обычном дружеском как бы общаюсь. то есть, как... Ну, это у вас сломено, может, а у нас, у нас здесь, в городе, у нас, они только сбитли их. Сейчас же вообще журналы запретили у нас здесь в России стражевую башню. И, ну, запрещено, признали экстремисты, и ее запретили. Да, и они ходят сейчас только с библиями, и биквы там, священные писания выдергивают, контексты, какие-то. И то, сейчас уже редко ходят, ну, как бы, там, суды были там в Москве, и решение было против, ну, вынесено против этих. То есть, мы их вообще за христиан не считаем. Ну, не то, чтобы их мы ненавидим, а по слову они же христа как Бога не понимают. Они, скажем, там, у них есть целая куча заблуждений, то есть, в доктрине есть дырки, есть, как бы, проколы и так далее. Но, стоит отдать должное, то есть, у них есть и много чего, в чем они преуспели, по сравнению, скажем, там, с православной церковью или еще какими-то там. У них своя жизнь, но у них фундаментальные основы христианства, у них исковерки. Фундаментальные которые, кто такой Христос? И что, уже когда начинают, и они вечерю значит, принимают, они не пьют и не уделят хлеб. То есть, сути, у них сути, она и приятная есть проблема, есть проблема, да. То есть, смотри, я как считаю, нельзя вот скатываться в то, что, например, в полное осуждение православной церкви, да, потому что они там, у них исковерканы доктриной, или в полное осуждение, там, скажем, баптистской, иеговистской церкви, пятидесятнической или еще какой-либо, не важно. По одной простой причине, нету идеальной церкви. Идеальная церковь, она одна единственная, это церковь, которую насадил Христос Божьим Словом истиной. То есть, все то, что согласуется с Божьим Словом, оно как бы здорово, но в каждой конфессии, в каждой динаминации, в каждой конкретной сегрегации какой-то, да, то есть, вот ты приходишь, какая-то группа людей верующих, да, у них так или иначе будут какие-то косяки. Вот это я уже просто даже... Это понятно. И ты туда приходишь служить, то есть, я туда прихожу не как баптист или не как пятидесятник, да, я пришел, я тут сейчас буду их конвертировать там в пятидесятничество, но то, во что я буду этих людей конвертировать, это в христианство, в настоящее христианство, которое записано в Библии. Это Христос, как бы подымает людей, да, да, когда ты изучаешь людьми Библию, ты читаешь, как бы, Писание, говоришь, что вот, вот так-то, так-то написано, вот эти стены разрушаются в головах людей, понимаешь, то есть, они, потому что они верят, верят в Библию, они хотят верить в Библию искренне, поэтому, и ты можешь служить в любой церкви совершенно, неважно, как это называется. Но у нас, вели, у них не в церкви, не вели, не вели, у них вот с этим большая проблема, то, что у них к Библии добавлена дополнительная литература, поэтому, ты им говоришь, например, вот я разговаривал последний раз, я говорю, ну, вы понимаете, да, что нельзя сравнивать сторожевую башню с Писанием, если в сторожевой башне написано что-то против Писания, то нужно сторожевую башню в этом не читать, а читать Писание, и вот с этим проблема, они говорят, нет, там, соображающие люди пишут, я говорю, нет, друзья, вот давайте мы не будем ничего изучать, что у вас про сторожевую башню, и мы поизучаем с вами Библию. Ну, как бы наоборот. Ну, да, они хотят наоборот, чтобы ты, например, они приходят, тебе с Библией и сторожевой башней, потом Библию тихонечку откладывают, начинают. А у нас, ну, вот у Кагуна, в России, здесь, в моем городе Балтийске, они чужую литературу не читают вообще, то есть, это для них, ну, Бесоцкая гереса, то есть, они читают только и поделы, которые изданы и сторожевую башню. Ну, вот в этом проблема, потому что люди крещены в яговизм, они не крещены в христианство, они погрузились в название, в организацию, которая называется «Едли-Яго». Это плохое крещение, оно не совсем правильное, почему? Потому что нужно было креститься в Христа и называться христианином. Ну, вот из-за этого получается вот этот вот перекос в ту или иную сторону. здесь, как бы, здесь, да. В православии, ну, да. В православии та же проблема, только в профиле, понимаешь? То же самое. У них сторожевая башня, у этих святых отцов, труды святых отцов. Туги очень, конечно, разные, такие труги, то есть, они оба модели какую-нибудь взяли? Верхозаветная. Верхозаветная модель поклонения, да, вот это вот все взято, попытки скопировать. Туги, это как бы у них называется, я имею в виду, что вот когда был храм, на Катан стоял, да, в Иерусалиме, в Иерусалиме, и вот что-то очень похоже, что-то, не очень говорят, да, ну, кроме жертвоприношений. Да. А вот это такое вот литургия, это называется, слушай. Ну, плюс еще иконы от язычества достались. Да, да, да. Опять же, я не считаю их там всех абсолютно идущими в ад, понимаешь? Я считаю, что из них многие люди спасутся по одной простой причине, что они будут верить в Писание, верить Божьему Слову, тому, чему Христос непосредственно учил. Я знаю, что есть в православии достаточно светлые головы. Почему они остаются, например, продолжать называться православными, несмотря на то, что Библия говорит, никак не называйтесь, кроме как Христовы, это просто не хватает чуть-чуть, вот еще чуть-чуть им нужно как бы дойти в изучение. С ними можно изучать Библию, замечательно. Они очень хорошо впитывают в Библию. Я не знаю, у вас есть православные в Маме? Есть, конечно, ты что, конечно. Есть? Да, Свет. У нас многие, я тебе говорю, просто по своему опыту, я когда на улице проповедую, и православные, просто как почти все, идут, они в Маме, старые, и они в Библию в принципе не знают, вот кого Божия, они не знают. Не, ну я имею в виду тех православных, не которые прихожане, такие, скажем, знаешь, они вообще неверующие, я их даже верующими не считаю. Священники-то понятно. А те, которые священники, те, которые уже какие-то, хотя бы послушники, они где-то там, что-то декана какие-нибудь, то есть с ними можно разговаривать. Вот, они... у нас в нашей православной церкви такая табличка вещей написана, первым буквам, сетели Игова, сект, осторожно секты, да, это писано, сетели Игова, потом 50-ники, павтисты, потом кришнаиты, и так далее, это все плохо. Только православие. Ну, то есть, у вас там дарь. Да, такой, конечно. Ну, у нас вот Кирилл, пришел Кирилл, да, сейчас, и он стал как ужесточать. Это очень плохо. Ну, он пришел, видишь, он по такой вот, на такой вот надежде, что он стал ужесточать, и его вознезделье, и не на такие идеологии. Но, опять же, гонение, это нужно воспринимать как гонение. Потому что люди, верящие в ложь, всегда будут гонять тех, которые живут поистине. То есть, это всегда будет. Не важно, человек верит ли он в православие, в коммунизм, в капитализм, в буддизм, что угодно. Любые измы подойдут. Если человек верит в лжи, он будет иметь проблемы с тем, который верит в правду. То есть, христианин, он всегда будет испытывать проблемы идеологического характера. То есть, будет столкновение. И всегда те будут готовы его побить. А сейчас, вот настоящий христианин никого не будет готов побить, понимаешь? А те будут готовы, потому что в них действует не Христос. У них действует в этот момент дьявол. Дьявол, он готов и убить, и что угодно. Христос-то нет, он говорит и говорит, как бы наставляет, и при этом сам мухи не обидит. То есть, вот в этом разница, в ком, какой дух живет.